Единственное, что мы можем сказать братьям сербам – держитесь, помощь идет, победа будет за нами, поэтому держитесь. Сербия – это многострадальная страна, которая очень сильно пострадала в конце XX века. Ее расчленяли и разваливали на глазах у всего мира, пользуясь тем, что Советский Союз прекратил свое существование, молодая Россия, народившаяся на его развалинах, не могла сделать то, что раньше мог сделать Советский Союз. Да, был разворот самолета Примакова, да, был бросок на Приштину наших десантников, но эти демарши имели определенный резонанс, но все равно не смогли избавить Сербию от того, что с ней сделал коллективный Запад. Он же ее расчленил, он ее разрезал. Где-то безболезненно, а где-то с кровью и жертвами. И Сербия оказалась в окружении враждебных государств, которые вошли в Европейский Союз и в блок НАТО. И пытаясь сохранить свой нейтральный статус, Сербия работала как могла. И Россия потом, уже в XXI веке, тоже оказывала помощь Сербии, пока это было возможно. Мы участвовали в совместных экономических проектах, финансовых, мы им даже оказывали военно-техническую помощь. Но, понятное дело, что мириться с таким вот анклавом независимости на Балканском полуострове Запад не собирался. С другой стороны, европейские политики, которые полностью исповедовали проамериканскую идеологию, ну, меру устройства, они понимали, что если окончательно ликвидировать вот этот сербский анклав, то не будет той точки, от которой Европа может обрести собственную независимость. Потому что, ну, не осталось таких территорий. Даже Швейцария, которая была нейтральной страной, она теперь уже участвует в военных поставках на Украину. Швеция и Финляндия, имеющие статус нейтральных государств, вдруг захотели в блок НАТО. То есть мы видим, что Европу препарируют англосаксы в угоду своих интересов. Да, они издали такую стратегию НАТО-2030, где Европа должна потерять, каждая страна в Европе должна потерять национальный суверенитет в угоду некой трансатлантической безопасности, где военное руководство НАТО будет доминировать над Европейским Союзом. Если, ну, только в тех вопросах, которые касаются евроатлантической безопасности. А что это за вопросы? А это вопросы, касающиеся экономических отношений, финансовых, та же самая зеленая энергетика, вопросы, связанные с цифровизацией и так далее. Единая Европа, единая, монолитная, куда всех загнали в единый концлагерь под названием НАТО, где никто не имеет права выражать национальные интересы. А Сербия выглядит, как белое пятно на этом всем черном происходящем в Европе, где европейцев, не спрашивая, загоняет вот в эти рамки, в это прокрустовый ложек, где им все отрежут, то, что они считали своей национальной гордостью, и оставят единый монолитный блок, который будет выполнять все задачи, перед которыми им поставят Великобритания, США, или вообще вот этот союз пять глаз, который существовал в годы Великой Отечественной. Ну, государство англосаксов – это Великобритания, это США, это Канада, Австралия и Новой Зеландии. Вот это мир англосаксов, который будет руководить. Они даже собственный блок придумали, назвали его Аукус. Аукус будет доминировать над НАТО. НАТО будет выполнять всю грязную работу, а Аукус будет доминировать. А тут Сербия. Сербия, которая говорит, мы, ребята, не хотим ни туда, ни туда, мы хотим оставаться сербиами, у нас своя история, своя культура, у нас своё православие, мы исторически связаны с Россией, мы не хотим ничего делать против нашего братского народа. Но на них давят. Мы же понимаем, что Сербия находится в окружении враждебных государств, и вот когда Волчич говорит, что нас прям заставляет сделать шаг, ввести какие-то санкции, тогда как бы с нас с ним. Вот понятно, что Сербия зависит от многих внешних связей, тот же транспортная логистика, ведь её может блокировать. Запад показывает, как он это делает. Вот сейчас мы напрямую, например, в Сербию летать не можем. Мы летим для тех стран, а с тех стран прилетаем в Сербию. Но когда летит наш министр иностранных дел Лавров, с официальным визитом его разворачивают в воздухе. Если Примаков сам развернул самолёт, когда началась агрессия против Сербии, то Лаврова развернули. То есть Запад говорит, что он додушит. И Вучич даёт сигналы нашему руководству, что времени так много, как бы он не пытался сопротивляться, ему придётся принимать какие-то решения. Но в то же время он понимает, что если он начнёт вводить какие-то санкции против России, то местное население, которое говорит, что мы всегда за Россию, оно его не помилует. Будут некие там смены власти и так далее. А если не будет вводить их санкции, то пострадает сербский народ. Потому что какие-нибудь экономические санкции, продовольственные, логистические, они больно ударят по сербской экономике. Да, Сербия как бы страна, которая может себя содержать, но не в той полной мере, которой мы считаем. Она независимая страна, но, к сожалению, она вплетена в общий, скажем, организм Европы, который у неё отнял те части, которые составляли её государственную целостность, которая раньше называлась Югославия. Вот этот сигнал со стороны Вучича говорит о том, что всё зависит от того, как Россия решит свою специальную военную операцию. Есть три стратегических задачи, которые Россия решает в ходе специальной военной операции. Эти стратегические задачи, они как бы не озвучиваются, но они подразумеваются. Первая из них — это создание сухопутного коридора с Крымом. Фактически можно говорить, что она выполнена. Вторая стратегическая задача — это сухопутный коридор с Приднестровьем. А третья задача — это сухопутный коридор с Венгрией, через который мы можем оказывать прямое воздействие, помощь Сербии. Вот эта задача, я думаю, одна из главных, которая будет характеризовать завершающую стадию специальной военной операции. И Сербия очень надеется, что мы до всех этих стратегических задач достигнем. И мы тоже собираемся это делать. Но мы живем с вами в реальном мире. Мы видим, как Запад поступает с любой страной Европы, ну, например, с той же самой Германией. Германия имела газопроводы, по которым поставлялся российский газ. У нее эти газопроводы наглым образом отобрали, взорвали. Да, сейчас идет расследование, ну, опубликовано журналистское расследование американским журналистом-расследованием Хершем, да, в котором рассказывают, как это сделать. Назревает скандал, потому что это против даже тех правил, которые США установили для стран Европы. То есть она просто обрекла население Федеративной Республики Германии на холодную зиму. Они должны были замерзнуть. Потому что она, видите ли, опасалась, что Германия не посоединится к поставкам оружия. И вот сейчас идет как бы откат. И на фоне этого отката, может быть, Сербии удастся еще продержаться. Но мы понимаем, что этот откат может быть временный. То есть Европа там затребует что-то от США. Ну-ка объяснитесь, почему это произошло. И это как-то снимет вот то давление, которое идет на Сербию. Но и мы должны давать себе отчет в том, что мы тоже не должны сидеть сложа руки. Поэтому, я думаю, на территории, например, Херсонской, Запорожской области появились сербские добровольцы. Они помнят, что когда-то Россия им оказывала помощь, когда против Сербии ополчился целый блок НАТО. Они помогали Сербии отстоять свою государственную независимость. Сербы нам возвращают это с Торицей. Но в то же время мы должны не забывать, что чем быстрее мы достигнем своей цели, тем легче будет Сербия. Да, мы говорим, Сербия, братушки, потерпите. Не все так быстро получается, но все-таки мы достигнем цели. А Вучич, да, Вучич, он человек, который придется принимать непростые решения. Я надеюсь, что он все-таки останется при своем мнении, и народ его поддержит. Очень многие государства оказывались в изоляции. Очень многие государства в результате санкций не имели выхода наружу. Мы такие с вами страны знаем. Это Северная Корея, КНДР, это Иран. Им полностью все закрывали. Полностью была блокада. Особенно тяжело было Северная Корея. А вспомните ту же Кубу, ту же Венесуэлу. Какие не были бы страшные блокады, они все равно преодолеваются. Мы знаем, что такое блокада. Мы в годы войны ее встречали. Блокада Ленинграда. Целый город морили голодом. И город заплатил эту высокую цену. Я думаю, что если Вучич будет это все помнить и знать, и обопрется прежде всего на собственное население, то население готово пострадать ради того, чтобы дружба между Россией и Сербией не запятна ее ничем. Даже намеками. Потому что Вучич должен понимать, что стоит в чем-то уступить Западу, даже в мелочи, даже в формальности, ввести санкции против людей, которые, например, ничего не решают или так далее. Западу нужен прецедент. Нужен прецедент, чтобы опорочить Сербию, чтобы ввести ее во внутренний кризис. В Сербии есть силы, которые не являются просербскими. Они есть прозападные. Они поэтому и пытались провести в Сербию некую цветную революцию, которая бы привела бы эти силы к власти. В Черногории им же это удалось, в Сербии не удалось. И не забываем про то, что рядом с Сербией, в Косово, находится одна из крупнейших военных баз Соединенных Штатов Америки на Балканском полуострове. Поэтому в Сербии непросто. Мы это понимаем. Единственное, что мы можем сказать братьям сербам, держитесь. Помощь идет. Победа будет за нами, поэтому держитесь. И Вучич должен понимать, что он должен опираться прежде всего на свой народ. Народ выдержит. Именно поддержка народа позволит Сербии выстрелить. Во что бы то это ни стало. Во что бы это ни стоило, Сербия выстрелит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова